здрасте наши дорогие уважаемые телезрители с вами программа секреты вкуса российский и у нас сегодня в гостях олимпийская чемпионка токио золотой медалью аделина загидулина привет адрин мы сегодня будем с тобой разгореть конечно олимпиаде но нам предстоит во время передачи сделать гранолы с манго и я не знаю ты вообще где то что ты предпочитаешь на зонскую еду или нет листике балуешься такой всякими холестерин щеками нет всякое бывает но рассказы давай колеса вот эта история в том плане что завтрак это мой любим мой любимый прием пищи поэтому я очень довольна так адрин ну смотри у нас есть задача приготовить этот наш зошеский завтрак пускай будет то что любишь завтраки еще раз повторюсь у нас будет пудинг с гранолой для того чтобы нам нужно сделать три действия до сделать самого гранолу это чуть позже мы должны сделать какую-то соус 4 сам пудинг я сейчас постараюсь это сообразить сам а ты будешь делать сироп ты задачу знаешь что получил указание во время того как ты готовишь тебе нужно предстоит еще со мной каким-то образом беседовать отвечать на мои вопросы которые будут тебе задавать потому что у меня вопросов много вот пока наверное тебе нужно включать наш подогрев кастрюль вот смотри мы нажимаем пока не на а не надо нужно смешать ингредиенты у нас вот мед башкирский башкирский мед сахар который можно на сироп топинамбу заменить ухты какие у тебя познания это что-то наливаешь это рапсовое масло для аромата ребят я даже в москве не стоит здесь есть наверняка ну-ка ну аромат такси конечно ну это кому каждому по вкусу так и что-то вода пашкирская вода так и соль прости я нашим телезрителям все-таки попробую еще раз напомнить это было у нас семена чья ребят можно на семена льна заменить здесь мне подсказали что принципе это будет тоже самый результат залили медом и налили туда айран вот и мы залили айраном и дали чуть-чуть настояться этой истории по-моему надо часиков 10 чтобы это постояла адрин ну скажите какая она на вкус победа какая что и защищали что вы чувствовали когда вам наградили вас и вам дали эту золотую медаль естественно в первые минуты была большая радость эйфория но вот осознание до сих пор не пришло потому что вот я с 10 лет к этому шла вот представляете идете 18 лет и и пришли это как-то не знаю что там дальше будет что делать мы с тобой приступили к совершающей фазе нашего замечательного завтрака это приготовлению самодельной гранолы или гранулы гранулы нам нужна йогурт йогурт закрыт точно слушай модель и убрать филаденчик он там должен настояться и семена чья либо льна пожалуйста приступай я сегодня буду в роли смотрящего что тебе еще интересно чем у тебя какие влечения есть но естественно потому что у меня нехватка времени я люблю проводить время с родными и близкими и друзьями с этим вопросом если перебил ты замужем да я замужем дети детей нет вот как раз таки хотела бы год посвятить семье я бы хотела исправить демографическую ситуацию в башкирии и вернуться с новыми силами с новыми эмоциями 2002 2024 году будет париж это олимпийские игры нужно ты с тобой говори даже у нас как в европе да там вы не выкают там зерноты ты хочешь участвовать в этих олимпийских играх год сейчас хочешь посвятить семье а насколько это будет календрироваться вместе с друг другом да то есть не помешает ли это занятием и стремлению к победе на парижских олимпийских играх ну муж тренер поэтому там они думают да поэтому балконе там подготовка у меня будет нормально я совсем от фехтования далеко не уйду предположим я такую делу заману с маленькую заманушечку ты забеременела и у тебя год посвящен ребенку и потом ты в декрете что делаешь порежем ты жалко не боишь нет у меня есть вот год я родила восстановилась и вперед у нас очень много примеров вот соня великая там суде великое это фамилия да кстати да я смотрю ваши вместе правильно на липиде да я все великая я думаю это как это так ее называют как екатерина великая да как фамилия ты помнишь как все дела я нет честно скажу тебе но видно ты дома готовишь да на карантине удалось вообще много всего приготовить возвращаемся понятно то есть у вас это все просто родил отдал бабушке и пошел дальше махать и шпага почему отдал бабушки едут с собой на сборы ребенка можно у вас так можно так можно было как спрашивают конечно вот у нас виолетта кола была она родила буквально вот наверное в марте и она восстановилась и ездила на сборы с ребеночком и все в порядке подожди секундочку и на олимпиаду тоже мы с ребенком но на олимпиаду нет она приехала уже без то есть ты вот такого маленького пупсика вот здесь у тебя а ну папа наверное тренер он несет бэбика да в этой сумочке впереди вот здесь ножки болтаются правильно ты идешь сзади со своими там же ваш сумки эти специальные правильно или колесиках они хотя бы полегче на колесиках а вот ты тащишь эти сумки baby и вы так есть на сборы да круто так мне кажется сейчас будет запись школу здесь в уфе какая-то 108 я слышал здесь это до 108 но я начинала свои первые фитовальные шаги у нас пол ресторана здесь это школа я уже боюсь приезжать сюда чтобы не закололи здесь это ночью номер слушай у тебя круто получается очень круто мне кажется у тебя даже такой тортик какой-то получился да ну можно вы разрезать на батончики мне кажется я думаю как же делаются батончики ребята а вот так их потом нарезают и получается батончик который въедет на бензозаправка покупаете вот такие вот батончики у нас это все в духовку на 160 градусов 20 минут откуда ты все знаешь а подготовка это самое важное соревнование кстати тоже а не согласись да мы сейчас это все отправляем в духовку господа и ждем и соответственно пока это у нас нас мега батончик большой и потом мы попробуем из этого окончательно собрать наше блюдо ожидать настал час икс мы добиваем хорошем смысле наше замечательное блюдо наш он же завтрак наши гранолы испеклась вот такая она пока не завершенно видишь не будет поломаем ее можно просто хрусть 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 поломать кстати я очень рекомендую все-таки здесь есть сахар кто не очень любит сахар сахар это зло честно скажу я бы использовал только мед либо добавил чуть-чуть можно добавить сироп топинамбуро да если вы его найдете не факт конечно но я вообще только конечно с медом он так сладкий такая же история получится но чуть-чуть будет другая колористика я думаю что это не страшно сейчас адалина режет манго и параллельно я хотел бы господа и адалина будет участвовать в этом марафоне уфимском марафоне который проходит каждый год полумарафон сибая и марафон в уфе в этом году это будет 12 сентября адрин я надеюсь что участвует с ним да я бы хотела пробежать 10 километров для начала я бы хотел хотя бы пройти дойти до финиша адалина пытается пробежать я думаю что не получится однозначно со шпагой или без шпаги по без правильно поэтому 12 числа господа прошу всех принять участие в уфимском марафоне он будет проходить 12 числа в уфе еще раз напоминаю мы сейчас пытаемся доделать наше блюдо для этого мы режем манго еще будет украшать помогать мне адамин ты больше знаешь чем я в этом блюде мы сейчас что делаем мы сюда высыпаем ты а ты кладешь манга мы крошим или не на пока рано пока рано мне кажется это заливается все даже у нас есть еще у нас замечательный наш йогурт с чья мы потом это заливаем мне казалось сейчас прям сейчас или сначала крошим а тут какая разница в желудке все смешается да я я всегда по принципу ребят какая разница кто зачем куда черт мешает все это в желудке все равно будет все вместе они будут дружить в желудке уже все вместе поэтому я предлагаю вот это все сломать покрошить господа можно сделать это большими кусочками красиво да у меня конечно может наш замечательный шерстка что-то неправильно но я сделаю на свое усмотрение вот я хочу так сегодня вот я хочу так или переживается пусть повар нас не одобрит но мы хотим так сегодня смотрю так да смотри как круто 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 да отлично ребята вы что не не слушайте никого и сам кто-то мыши отмешает готовить посылайте их подальше вот у нас сегодня так мы сегодня повара они они да да ты же не спрашиваешь ни у кого как я даже не звонишь друзьям тоже как еще буду готовить завтрак ну правильно ты готовишь нас не считаешь youtube ну да хватает же время у тебя на все так смотри я здесь понасыпал всякие вот это вот гранолы мага таспад это клади туда я думаю а украсим отлично тогда мы берем из холодильника наши замечательные йогурт мы дальше кладем на арты будешь сверху украшаем и набухли чесим на смотреть вот такая красотища слушать нужны и ночью готовить завтрак я готовлю тоже дома редко конечно а что ты предпочитаешь на завтра ушли я честно могу сказать прочитаю кофе и все что в холодильнике осталось на вчера она вчера мало чего остается потому что я предпочитаю не покупать ничего домой у меня сплошные дегустации я занимаюсь ресторанами а с ресторанами это постоянная постоянная еда поэтому я очень пытаюсь домой ничего покупать ну я открываю с утра холодильник блин остатки сладкие знаешь и что осталось то и ем кстати на все диетологи говорят что с утра можно есть даже всякие всякие неполезности поэтому я особо с утра не парюсь ты как у тебя важно это мой любимый прием пищи я вот недавно приобрела вафельницу экспериментирует мороженые вафли кабачковые вот прям не нравится это круто это круто бельгийские вафли да вот это крутая штука мы обязательно приготовим эти вафли бельгийские следующие наши передачи пригласим тебя обязательно попробовать господа наши наш завтрак готов перед тем как мы попробуем я хотел бы чтобы длина обязательно все-таки показала свою медаль потому что ну это гордость твоя гордость нашей страны поэтому мы тебя очень попросили это сделать надеюсь сейчас ты ее покажешь нам все-таки мы попробуем ее на вкус ну ты попробуешь мы не будем и твоя и как мне потом накормить и да а потом мы тебе накормим покажи медаль значит дашь на дашь покажи медаль потом у тебя накормим завтрак который ты сделал потому что очень аппетитно очень все вкусно выглядит за счет смотрю на это мне тоже хочется съесть но медаль посмотреть мне хочется ну что аделин мы подошли к нашему все-таки финалу господа вот так выглядит наш завтрак вы можете что-то менять вместо мага подложить что-то другое грушу что хотите у нас получилось сегодня так мы сейчас будем это пробовать но я хотел бы еще раз вам показать еще раз благодарить за победу для нашей страны для республики для уфы и показать всем что вот у нас есть такая у вас есть такая золотая медаль у нас есть такая золотая медаль говорят нельзя лучше трогать есть такая примета что лучше нельзя брать можно можно я подержу честно тяжелая аккуратнее носишь пшете не отвисла от этой медали но я тебя поздравляю ребят очень приятно что в нашей стране есть такие люди и аделина очень долго шла к этому результату я так слышал что 18 лет вышли к победе поэтому я еще раз хочу поздравить спасибо тебе огромное спасибо тебе от всех на вся страна меня поддержит еще раз ребят хочу вам сказать приходите на уфимский марафон 12 сентября пожалуйста 12 сентября уфимский марафон обязательно приходите мы всех ждем и я сама лично побегу рядом с вами 10 километров для того чтобы нам бежать круто мы должны попробовать наше замечательное блюдо твоя долин у нас есть практика мы никогда не врём мир ой как вкусно ой как круто давай так мы всегда честно грим и были я бы добавил чуть-чуть соли либо я бы добавил чуть перчика либо что-то еще говорим честно не как вот прям чтобы на камеру да а как бы вот по чесноку добро да пробуем ничего бы не добавила да да до новых встреч до новых передач мы вас любим спасибо пока спасибо пока машина-то у нас не включается крути крутить 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 крут 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 А на этом мы сегодня с вами прощаемся. Вот такие у нас получились замечательные два завтрака. Не прощай, мы еще будем дегутировать, чем медаль надетьте. А, еще медаль.